российские сми снова погорели на лжи о войне в украине если вы и ваши знакомые все еще читают или смотрят российское телевидение сайты или телеграм-каналы страны оккупантов вам нужно знать как и где перепроверять информацию ведь вполне вероятно что большинство материалов которые вы прочитали окажутся лживыми на свежем примере показываем как пропаганда вводит вас за нас 29 апреля федеральный канал россия 1 вслед за местными телеграм-каналами рассказали зрителям мол украинские военные обстреляли мирных жителей на неподконтрольной украине территории донецкой области по словам пропагандистов огонь велся поясиноватой никольскому и другим населенным пунктом а снаряды разрушили жилые дома разрушенные обстрелом дома и разбор завалов в кадре тоже показали однако пропагандисты выдали за результаты обстрела донбасса кадры последствий ракетного удара россиян по умани который произошел накануне разбор завалов в умани снятый представителями госслужбы чрезвычайной ситуации показали во всех украинских и даже части мировых сми ведь последствия российского обстрела были трагичными взрыв разрушил целый подъезд жилого дома погибли 23 человека среди них шестеро детей пострадали десятки мирных жителей если найти первоисточник видео с разбором завалов а это легко сделать в поисковиках онлайн то можно легко раскрыть такую ложь российского канала россия 1 это очень важный прием проверки информации искать первоисточник обращать внимание на даты публикации вообще искать первоисточник это базовый принцип медиаграмотности вы удивитесь сколько фотографий и видео из открытых источников пропагандисты выдают за доказательство совсем других событий иногда выдуманных или часто сильно искаженных поэтому второй важный прием медиаграмотности который позволит вам выявлять такую ложь это внимание к деталям например телеграм-канал пропагандиста соловьева выдал видео с пострадавшей жительницей умани за свидетельство якобы жестоких обстрелов донбасса однако как мы уже сказали обращать внимание на детали например на то что женщина на видео говорит на украинском языке а это вряд ли было бы безопасно если бы она находилась на оккупированной территории а если же сделать следующий шаг и найти первоисточник видео то в полной версии женщина в кадре еще и проклинает россиян за этот обстрел какими простыми методами вы можете сами разоблачать ложь и проверять информацию чтобы точно знать что вами не манипулируют а мы в очередной раз напоминаем что читать и смотреть лучше только качественные и проверенные сми а других приемах медиаграмотности мы уже рассказывали в прошлых видео смотрите ролики и критически относитесь к информации